И всем привет ребят, с вами Строманки, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике и сегодня мы вместе с вами пройдемся по всем тем анонсам, которые у нас появились на сегодняшний день в нашей игре, что выйдет у нас уже завтра и да, сразу могу сказать, день танкиста стартует у нас уже с завтрашнего дня в игре. Также пройдемся по списку обновлений, в котором есть тоже определенного рода интересная информация. Начнем с дня танкиста, в целом ивент пройдет у нас со 2 сентября по 19-е аж, то есть это 2 недели плюс 3 дня, которые будут у нас пятница, суббота, воскресенье, завтра, послезавтра и 4 число, да и к этому еще сверху 2 недели. В принципе я думал, что этот ивент будет чуточку поменьше, то есть именно неделя плюс эти 3 дня, но у нас данный праздник растянули и растянули довольно не кисло. Уже с завтрашнего дня у нас появляется Форест Ремастер, который заменяется вместо Фореста матчмейкинга ВВА, ну и здесь есть уже картинки, как выглядит эта замечательная карта. Кто-то уже на этой карте на тесте посидел, посмотрел, поиграл, позаписывал обзоры, я этого не делал, возможно завтра этот обзорчик тушану и рассмотрю эту карту более подробно, а возможно даже сыграю на ней катку, если удастся мне запикаться на нее. Скидки 50%, как я и говорил, с завтрашнего дня у нас стартуют скидки на магазин, в субботу скидки на гараж и в пятницу скидки на МПК и их ускорение также 50-50. Двойные фанды и опыт с пятницы по субботу, ой, по воскресенье 3 выходных недели подряд. Мегаголд, который будет появляться у нас, я так понимаю, на протяжении всего этого ивента и может быть в любом матчмейкинговом бое. Ну и по спецрежимам. Первый спецрежим, самый интересный, это режим соло Джаггернаута, то есть Джаггернаут с обычной ДМки. По картам, конечно, не все так идеально и круто, Дюссельдоров, Темпл, Берлин, но думаю, что там можно будет уже что-то интересное найти, потому что шанс повышенных голдов увеличен, а это значит, что жесткая формилочка стартует и как раз таки кто-то у меня, даже не кто-то, а многие ребята у меня спрашивали, на что оставлять овердрайвы. Вот именно на такой режим стоило оставлять свои овердрайвы, чтобы вжимать их в уничтожение, например, Джаггера, либо в игру на самом Джаггернауте и благополучное набитие большого количества киллов. Набиваете большое количество киллов, тушите в Джаггере, забираете бабки сверху, фармите, все что нужно, как раз таки под скидочки, это лучший режим, который только мог быть на эти выходные. Именно на эти, на скидочные выходные. Дальше, второй у нас спецрежим, который будет уже через неделю, это каждый сам за себя на Джаггернауте, неинтересный режим, как по мне, ну и последний режим на бонках, на новом Форесте, в режиме контроля точек, возможно, будет интересно на это посмотреть, но тоже нужно понимать, что это бонки и может быть не все так круто, но зато частота выпадения голдов, что там, что там, везде, короче, она увеличена. Особой миссии их очень много, в целом можно заработать, ух, 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 я даже не знаю, сколько здесь контов, но много, много, много здесь будет ультра контов, я уже вижу, что здесь, если 12 здесь в пачке, здесь 12, 24, 36, 36 и сверху еще 12, 48, 48 ультра контов можно зафармить за этот ивент, если у вас есть боевой пропуск и есть премка, если нету чего-то из этого, то будет уже поменьше, но в целом 48 ультра контов выглядит очень сочно. С ультра контов что может быть? Опачки, опачки, в ультра конты добавили рои для скорпиона, блин, ну грустно, что я могу сказать, но это в каком свечении интересно? В красном? Наверное в красном. Новый скорпион экстишный, твинс и мамонт стимпанковские добавили, вернули эту краску бронзовые доспехи, устройство турбооскалители на твинса, рикошет, испепеляющий поле, дрон крейс или броненосец. Ну в целом, наверное, ожидаемые вещи, за исключением роя, который по идее не должен был появляться в ультра контейнерах. Но ладно, в принципе у нас он есть, мы на нем уже нормально так бэмсим, поэтому в принципе ничего плохого и страшного в этом не вижу. Ежедневные танкоины появляются у нас на спецпаке, это самый выгодный спецпак, который вообще есть у нас за донат, если честно. Плюс, если вы его покупаете, то обязательно ставьте тег тимп и участвуйте в розыгрыше, потому что итоги розыгрыша у нас уже совсем-совсем скоро, вот буквально через 3 дня итоги масштабного розыгрыша. Поэтому если завтра бутсканете, то обязательно примите еще участие, возможно еще дополнительный кэшбэк, заработайте. Спецпредложение. Набор танкиста с 10 днями премиум боевым пропуском и соточкой ультра контов, 300 ультра контов, 3 ядерной энергии, ну и 20 обычных контов, 15 недельных и 20 ультра контов. Ну в принципе из этих всех спецов, ну наверное вот этот набор танкиста выглядит неплохо, интересно сколько он вообще стоит. С 10 днями премиум, вообще за танкойны он продается, либо он продается за деньги, как ежедневные танкойны, я честно этого не знаю. Ну и тематическое оформление. В целом, все ожидаемо. Я конечно думал, что может еще какая-нибудь мини-игра, какой-то дополнительный ивент появится у нас ко дню танкиста, но пока что об этом никакой информации нету, но удочку закинуть можно. Да, то есть можно надеяться на нее, потому что ивент продлится довольно-таки долго, поэтому шансы на что-то еще контентовое и есть. Бывает, что в первый день об этом не сообщают, поэтому если что ожидаем, может быть какая-нибудь мини-игра еще будканет, при том что завтра видеоблог и в видеоблоге как раз-таки эту новость могут и нам выдать и преподнести. По списку обновлений у нас есть определенного рода изменения в балансе, но и есть также изменения в определенных пунктах. В ультрасканты добавили Твинса и Мамонта Стимпанк, это я уже сказал. Добавлен механизм остановки получения опыта в бою, то есть теперь после того, как вы в бою получаете звание, у вас не будет расти опыт, он будет расти только со следующего боя. То есть по сути, если вы планируете получить звание в бою и видите, что у вас осталось до него мало, лучше получите звание и перезайдите, перепикните бой, чтобы вы фармили опыт дальше, а не получали опыт за этот матчмейкинговый бой. Это будет работать, я так понимаю, на всех званиях и сделано для упрощения туториала и чтобы игроки на маленьких званиях не могли за один бой получать супер большое количество званий. Конечно, если честно, не совсем мне это понятно для чего, но ладно, окей, пусть будет. Добавлен туториал, добавлены обучающие миссии, которые будут доступны, к слову, всем и каждый сможет заформить стандартные конты, плюс за все обучающие миссии получить сверху соточку танкоинов. Неплохой бонус для тех ребят, которые не донатят в игру, сотку танкоинов получить, может быть, даже кому-то на что-то не хватало, их это хороший дополнительный бонус. Все пушки и корпуса МК-1 больше не продаются за кристаллы, за исключением смоки твинса огнемета и викинга, крусейдера и хантера. Эти пушки и корпуса можно приобрести. Наконец-таки, рикошет с гелиусом занерфлен, но занерфлен, я так понимаю, что не сильно, потому что потребление энергии на выстрел уменьшено с минус 10 до минус 15 и скорость восстановления энергии уменьшена на 27%. Это свидетельствует о том, что рикошет с гелиусом чуточку нерфанули, дабы не убить его полностью. И, скорее всего, он будет чуть менее эффективен, но более уже в балансе. Это то, что я хотел видеть от этого рикошета гелиуса. Поэтому все эти ребята, которые говорили мне, что Рик сказал, что его не будет нерфить, сегодня эта обнова уже выходит. Со страйкером есть изменения в работе устройств. Пусковая установка охотник. Вкратце скажу, да, то есть она стала хуже или не хуже. Время наведения залпа уменьшается на 75 вместо 60. А, уменьшается. А, нет, это АП получается. Время удержания цели до срыва наведения сокращается. То есть, ну, короче, чуть-чуть минус под баланс... Плюс-минус подмалансили. Обездвиживающие боевеловки сделали жестче. Вообще накладывается статус эффект оглушения каждым критическим выстрелом. Плюс этот эффект оглушения будет работать на протяжении одной секунды. Ну и настройки повторяются у устройства охотника. То есть, в целом, возможно возвращение обездвиживающих боеголовок. Бронебойную боеголовку сделали такие же настройки, как у охотника. И критический урон также наносит пробитие. И время пробития работает на целых 5 секунд. Что бронебойная боеголовка, что обездвиживающие боеголовки на страйкере будут смотреться интереснее. Насколько интереснее, я сказать не могу. Гиперскоростные снаряды больше не снижают дальность минимального поражения. То есть, это устройство чутка бустанули. Сначала его чуть-чуть занерпили. Теперь его обратно вернули к тому балансу, который оно было. Но, в целом, это устройство в нашей игре на сегодняшний день имеет чересчур маленькое количество игроков. И есть определенные возможности игры против этого устройства. Просто начинаете ехать вперед. Начинаете ехать на игрока с этим громом. И он в упоре уже никак не будет наносить большого количества урона. То есть, просто старайтесь сближать дистанцию с ним. Если будете на расстоянии играть против такого грома, конечно, у вас будут большие проблемы. Пушка шафт, устройство режим серийного огня изменен. И изменен у нас, я так понимаю, что в лучшую сторону число перезаряжаемой энергии в секунду увеличено на 66 вместо увеличения на 160. А, нет, наоборот, занерфили. Этот момент занерфлен. Потребление энергии на быстрый выстрел снижено. Максимальный урон снайперского выстрела снижается на 40 вместо 66. Короче, чуть лучше в снайперском режиме, в аркаде хуже. Ну, то есть, балансят устройства, хотя, по сути, ну, они и так на сегодняшний день не являются суперметовыми. Начальное количество кристаллов на аккаунте уменьшено с 1000 до 0. МК-1, МК-2, вооружения доступны с первого сержанта. Режимы захвата точек и захвата флага теперь доступны с начала игры. И недельная миссия войти в тройку победителей больше не выдается. И также написано, что исправлена ошибка, из-за которой хаос урон засчитывался как критический урон в миссиях. Но, и тут еще инфа о том, что чат недоступен за... Если вы долгое время не играете в игру, для неактивных аккаунтов блокируется доступ к общему и также боевому чату. Им нужно сыграть три боя. Насчет урона. Есть здесь проблемы. То, что теперь у определенных корпусов хаос урон неправильно работает. И, возможно, я об этом запишу видеоролик, если с завтрашнего дня это не пофиксится и не исправится в лучшую сторону. Если вдруг Олег это пофиксил и не написал даже об этом, ну тогда будем считать, что все хорошо. Если же этот баг или ошибка не будет исправлена, то я по ней видос обязательно запишу, расскажу и попытаюсь помочь тем ребятам, которые этим занимаются, исправить эту ошибку, которой не должно быть. В целом, очень неплохой списочек обновлений и анонс за сегодняшний день. Пишите, что вы думаете по поводу Дня танкиста, по поводу всего списка обновлений. Возможно, есть, что вам высказать. Возможно, вы готовитесь к жесткой пармилочке уже завтрашнему дню. Ну, что покупать будете, можете уже написать, будет интересно почитать. Поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком, если вы еще этого не сделали. Также не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. И не забывать про текст создателя контента. Я совсем забыл, забыл, что мне надо будет про него сказать. И он, к сожалению, не открыл нашу замечательную игру, поэтому я ее сейчас быстренько открываю. Заходим в настройки игры, в аккаунтик, снизу, мой личный текст, это TXTMP. Вот здесь вот, бам, установили, поддержали меня. При том, что завтра нормально можно так бэмсануть. Поучаствовать в розыгрыше. Три дня до итогов розыгрыша. И, конечно же, им поиметь хорошие шантики на кэшбэк, на лямчик крисов, на 20 тысяч танкоинов. Почему бы и нет? Я думаю, что это будет интересно. И также в описании есть ссылочка на розыгрыш одного миллиона кристаллов. Итоги которого будут уже в эту субботу. В этом видосе я впервые сказал, когда у нас будут итоги. Поэтому, если вы вдруг услышали и еще не поучаствовали в розыгрыше на лямчик, прямо сейчас спуститесь в описании. Перейдите по ссылочке на видос. Выполните все условия. Поучаствуйте. Я считаю, что сверху получить вкусные кристаллы перед тем моментиком, когда есть шанс поднять дополнительный бабосик и прокачаться, я считаю, что это очень и очень неплохо. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.